Вода, вода, кругом вода. От типичных городских пейзажей, таких как набережная Камы и Камская Бес, до самых потаённых уголков региона, побережья реки Жигалан. В Пермском крае всего более 29 тысяч больших и малых рек. Изобразить их все не под силу даже Академии художеств России. Но пермские мастера решили к этому стремиться. Пейзажная живопись увлекла Владимира Пасохина более 20 лет назад. В его коллекции различные пейзажи. Виды города и дикой природы. Дом Демидова на реке Усьва написан на пленэре всего за 4 часа. Это классическая этюдная работа, отмечает автор. Тут небольшие непрописочки. И работа, на мой взгляд, дышит. И она, наверное, более, ну что ли, экспрессивна, динамична. А, на мой взгляд, недосказанность должна в работах быть. Чтобы зрителю дать поработать с ней. Более чем в ста полотнах уральскую природу воспевают полсотни художников. Здесь живопись, акварели, темпера и даже декоративно-прикладное искусство. Пейзажи Эльвиры Нерловой выполнены в технике горячего батика. Это особый вид создания картин на шёлке при помощи красок и расплавленного воска. Он как нельзя лучше передаёт буйство красок и непостоянство водной стихии. Пейзажи у нас очень разноплановые. Если говорить о реках, чему посвящена эта выставка, рек у нас просто много. И мы окружены реками. И они все разные. Они все не похожи одна на другую. Леса у нас тоже разные. Пейзажная тема, она тем и знаменательна, что здесь вот как раз не позволено спекулировать. Это та сфера, которая позволяет художнику раскрыть свои собственные личные чувствования. То есть это действительно лирико-поэтическая тема. Передать так эмоционально, вдохновением, не просто фиксировать холодно и так бесстрастно всё, что предлагает нам окружающий мир. В нескольких залах нашли место полотна и уже признанных, и начинающих мастеров. Полюбоваться реками Пермского края во всём их великолепии и многообразии можно до 22 августа. Александра Михеева, Евгений Шиленко, Телевизионная служба новостей.